Всем привет! Сегодняшний мой видеообзор будет посвящен проекту Комса. Ранее я уже снимала несколько обзоров на эту компанию, но уж настолько она мне кажется интересной и перспективной, что хочется постоянно узнавать какую-то новую информацию по проекту и, конечно же, делиться ею со своими подписчиками. А для тех, кто не смотрел мои предыдущие видеообзоры, их можно найти на моем YouTube-канале. И хочу напомнить для тех, кто подзабыл, что же такое вообще Комса и что она из себя представляет. Это, в общем-то, платформа для желающих провести свое собственное ICO, создать свой токен, запустить приватный блокчейн или получить юридическую или информационную поддержку по вопросам проведения ICO и также по другим вопросам, которые касаются этой темы. Платформа Комса будет включать в себя инструментарий для проведения ICO – мультикриптовалютную биржу ZEIF, приватный блокчейн Mijin. В процессе работы с сервисом Комса будут задействованы блокчейны Bitcoin, Ethereum и NEM. И на базе этих блокчейнов можно будет как раз таки проводить свои ICO, выпускать токены и выстраивать свои блокчейны. На официальном сайте мы можем видеть видеообзор про компанию, также можно с ним ознакомиться. Думаю, многим будет интересно. Продажа токенов началась еще 2 октября, то есть на сегодняшний день, 26 октября, уже прошел практически месяц. И как мы можем здесь видеть, действовали бонусы в начале токен сейла. Но со вчерашнего дня, вчера был последний день получения бонусов, это 5%, и уже с 25 октября бонусы не действуют. И за время токен сейла компания уже собрала 87 миллионов долларов. В принципе, это является очень хорошим показателем того, что компания будет успешной. И здесь мы можем видеть, в каких же валютах больше всего инвестирует. И это, конечно же, криптовалюта NEM. Также инвестирует в биткоине, в заифе и в эфириуме. В принципе, компания с таким вот сбором средств высоким, я думаю, ей не особо будет страшна конкуренция, которая является довольно-таки высокой. Так как рынок сейчас у нас огромный, и в 2017 году при помощи ICO было привлечено инвестиции в проекты более 1 миллиарда долларов. И я думаю, что это еще не предел. На данный момент уже существует несколько проектов, которые обладают примерно таким же функционалом. Это такие проекты, как Starbase, ICO Box, Blockstarter и Waves. И Комса это наверняка не последний проект, который захочет стать платформой для проведения ICO. Рынок большой, перспективный, а конкуренция высокая. Но будем надеяться на лучшее и будем поддерживать проект Комса для того, чтобы он был успешным. Здесь мы также можем видеть схему привлечения инвестиций. Покупатель с помощью известных криптовалют покупает новый токен платформы Комса. Этот проект ведется на приватном блокчейне с закрытым леджером с ПО Комса Хаб. Токены проекта это привязанные токены. Ядро контролирует их стоимость и распределяет на другие блокчейны, часть выпуская на биржу. Комса Core ценен сам по себе с функцией конвертации криптовалют. Также хочу сказать, что держатели токенов Комсы, которые купили токены во время продажи токенов, получат премиальный бонус к токенам в размере 5% за каждое участие в предстоящих компаниях ICO на платформе Комса. То есть вот такой вот хороший бонус для инвесторов разработала команда. И 5% токенов Комсы будут распределены в качестве реферальных бонусов для реферальных продаж токенов. Технология блокчейна Комса заключается в одновременном использовании публичных блокчейнов, таких как Биткоин, Эфириум и НЭМ, приватных блокчейн-решений Минджин, криптовалютной биржи, а также инструментов Комса Core и Комса Хаб. Комса Хаб – это конверсионная сеть, которая связывает и контролирует токены между блокчейнами НЭМ, Биткоин и Эфириум. А Комса Хаб – это программное обеспечение для контроля балансов токенов между основными публичными блокчейн-аккаунтами и внутренними приватными активами. Я все-таки не смогла до конца разобраться, как же это работает, Комса Core, Комса Хаб, но порекомендую вам для более детального ознакомления прочитать White Paper и более подробно понять для себя. Он, кстати, есть и на русском языке. Также компания имеет своих юридических консультантов. И плюс ко всему этому события развиваются в Японии, стране, благоприятно относящейся к биткоину и блокчейн-экономике. И биржа «Заив» на данный момент проходит обязательную в Японии госагредитацию. Также на сайте, как мы видим здесь сверху, есть поддержка русского, английского и японского языка. Также хочу порекомендовать всем подписаться на их соцсети, такие как Twitter, Facebook и следить за их обновлениями. Потому что здесь компания выставляет публикации, которые могут быть очень интересны. Как мы видим, в Twitter уже более 4000 подписчиков. Это также показатель того, что проектом уже интересуются многие люди, а на японском Twitter уже читателей порядка 13000. То есть вот такие вот тут есть хорошие показатели. Также действует баунти-компания, приняв участие в которой вы сможете получить токены Комсы за определенные действия. ICO у них заканчивается 6 ноября, так что стоит поторопиться с инвестициями и с участием в проекте. Также есть официальная ветка на Биткоин Толке. Все ссылки я приведу в описании. Ну и в принципе на этом можно закончить мой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я хочу пожелать всем удачи в ваших инвестициях. Но помните, что все инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо, пока.